Здравствуйте, друзья! В ток-шоу на российских государственных телеканалах продолжают нарастать упаднические настроения. Все больше экспертов, которые ранее демонстрировали воинственный оптимизм, теперь заговорили совершенно по-другому и пребывают в каких-то совершенно мрачных настроениях и делают такие же мрачные прогнозы. Если раньше они говорили о том, как они там за несколько дней дойдут до Киева, как они дойдут до Берлина и даже до Лондона, были и такие, да, то сейчас они уже говорят о том, что будет, если Россия проиграет и прогнозируют, какой катастрофой для России такой проигрыш закончится. К примеру, бывший народный депутат Украины Игорь Марков, который в 2014 году сбежал из Одессы в Россию и с тех пор работает экспертом на ток-шоу у Соловьева, причитает, что в случае поражения России, а оно весьма вероятно, его рядом с Соловьевым вместе с ним поставят к стенке. Я всем в сердце, может быть, я в чем-то ошибаюсь, но я понимаю, что, если что, не дай бог, у стеночки надо стоять все вместе. И никто нас с вами не пожалеет, понимаете? Никто нас с вами, поэтому мы каждый на своем месте, каждый должен доводить, вот видя, если что-то можно исправить. Я считаю, там многие, я думаю, что сейчас эти выводы будут сделаны, понимаете? Ну, еще раз повторю, еще раз повторю, опираясь на людей, которые 30 лет разворовывали, грабили страну, мы ничего не поменяем и войну не выиграем. Интересно, о каких это таких людях он говорит? Кто это 30 лет разворовывает Россию, если Путин у власти 22 года? Причем самое смешное, что вот это вот говорит человек, который в Одессе вообще-то был криминальным авторитетом. То есть, это такие, как он, на самом деле, страну разворовывали. А теперь они удивляются, как же так, почему коррупция привела к всеобщему краху. А другой гость этого же телешоу вообще рассказал, что нынешние события очень напоминают события периода Первой мировой войны, когда поражения на фронте привели к революции и свержению царя. То есть, пошли уже такие прямые намеки на возможное свержение Путина. Я вспоминаю генштаб 16-го года. И что было потом? 1900, 16-го, точнее, для аудитории. 1900, который, вообще-то говоря, занимался в основном тем, как бы этого царя, наконец, убрать, потому что надоел. Сто лет прошло, а ситуация-то примерно та же самая. Если мы продолжаем вот так вот действовать, как сейчас, страны не будет, это же надо понимать. Смотрите, как они заговорили. Всего лишь полгода назад они не допускали им мысли о том, что Россия может проиграть Украине. Тогда они просто над нами насмехались. Они рассказывали, как покорят нас за три дня. Теперь же они уже совершенно открыто говорят о том, что да, Россия оказалась слабой. Да, режим прогнил. Да, коррупция. Да, армия фактически развалена, разграблена. Она ничего не может. Это все уже открыто звучит на ток-шоу. И как бы там ни было дальше, это означает, что Украина уже сделала невозможно. И нам уже никогда не будет стыдно за нашу страну. И Украина, конечно же, победит вот всех этих людей, которые врали столько лет о величии России, а теперь все стало настолько очевидно, что они понимают, что врать уже просто глупо. Поделитесь этим видео, друзья. Обязательно, максимально давайте распространять в соцсетях эту информацию. И подпишитесь на канал. Это тоже очень важно.